МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный выпуск новостей на канале АКЕР-ТВ. С вами я, Гузель Нарбутина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты района собрались на очередное заседание совета. Продолжается работа по составлению энциклопедии Хайбунского района. Социально-психологическая служба района возобновила свою работу. А теперь подробнее. 21 января в Большом зале администрации района прошло 24-е расширенное заседание совета Хайбунского района Третьего созыва. Более подробнее в нашем следующем сюжете. В повестке дня стояло 5 вопросов. И после выбора секретаря заседания и счетной комиссии депутаты приступили к обсуждению проектов. Заместитель председателя совета Равкат Галимов оповестил присутствующих о проекте строительства третьей школы в селе Акярь и о том, что этот вопрос остается до сих пор открытым. По первому проекту о внесении изменений и дополнения в устав муниципального района Хайбунский район Республики Вашкортостан выступил депутат совета Виктор Семко. Предлагается дополнительную включить в перечень вопросов местного значения района, вопросов по выполнению комплексных кадастровых работ и утверждения карты плана территории. Основание изменения федерального закона о государственном кадастре недвижимости. Следующее предложение касается резервирования земель для муниципальных нужд. Предлагается в тексте резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков, границах муниципального района для муниципальных нужд, исключить слова, в том числе путем выкупа. Данный проект был единогласно одобрен и после его государственной регистрации он будет опубликован в районной газете. Вторым проектом стало согласование кандидатуры начальника отдела опеки, попечительства и защиты прав детства администрации Светланы Пахтусовой в качестве общественного помощника уполномоченного по правам ребенка в Хайблинском районе. Более подробно об обязанностях уполномоченного по правам ребенка можно узнать на официальном сайте района. Следующий проект об утверждении порядка оформления прав пользования муниципальным имуществом муниципального района Хайблинский район Республики Башкортостан и методики определения годовой арендной платы за пользование этим имуществом, был очень объемным и вызвал некоторые вопросы у присутствующих. Главный специалист Комитета по управлению собственностью Амир Ишимов разъяснил изменения в порядке оформления прав пользования, введения реестра и передачи в доверительное и безвозмездное пользование муниципальное имущество, рассказал об основных расчетах. Председатель Комитета по управлению собственностью Руслан Кульберлин выступил по вопросу проекта о внесении изменений в решение Совета об утверждении порядка определения размера и внесения арендной платы за землю, находящейся в муниципальной собственности, и землю государственной собственности которой не разграничена. В муниципальном районе Хайбульнский район Республики Вашкортостан. Последним вопросом на обсуждение стал проект о деятельности территориального отдела Министерства труда и социальной защиты населения по городу Сибай в Хайбульнском районе за 2014 год и планах работы на 2015 год. По данному вопросу выступил ведущий специалист-эксперт районного отдела Министерства труда и социальной защиты населения Светлана Давлидбаева. С начала года вот сейчас мы планируем с прокуратурой совместные проверки начать, потому что немножко специалисты нашего отдела ограничены в правах, в том плане, что в той организации, где коллективный договор не заключается, мы не имеем права проверки осуществлять, поэтому будет направлена работа на то, чтобы осуществлять проверки, начать проверки в организации, где коллективные договора не заключаются. Будут выдаваться рекомендации по заключению коллективных договоров, проверки будут направлены на соблюдение работодателями МРОД, это минимального размера оплаты труда, будут выявляться зарплаты в конвертах, будем пытаться выявить черную зарплату. Многие, ни для кого не секрет, что многие работники получают зарплату в конвертах, кого-то это устраивает, кого-то нет. Вообще это, конечно, неправильно, что это кого-то устраивать должно. Просто работники боятся, боятся обращаться, боятся искать какую-то справедливость, потому что боятся быть уволенными, боятся потерять работу. Все вопросы и проекты после рассмотрения были одобрены. И в заключение заседания состоялось поздравление юбиляров и награждение передовых аграриев нашего района. Гудель Нарбузина, Миляуша Атанова, Зуфар Алибаев, Айнур Рахметов, Служба новостей. Хайбулы районның хикэн бейщелығыңа арналған энциклопедийны түдіу іші дауаміте. Кесе район хикэнмейті Дур залында ошу мәселеге арналған сираттағы кэнгэш мәудді. Оның ишінде район хикэнмейті башлығы Раил Ибрахимов әм өфінің башқұрт энциклопедияғы нәшиәтті оакилдері қатнашты. Хабарсибид Артаван темыны давом етем. Кэнгэшменің ишін асып, хикэнмейт башлығы райондың өткенін хәм бүгінгігін сағылдыраса китап тұттыды үшінде өдімірек болырға сақырды. Хайбулы энциклопедияның түдісі үш түркімі әмірек коллегия алдында. Бүгінгі күнді мүмкін секрім тұлғы мәңлуметмен темейті бұрысы қойылған. Район тарихында мүхім рол өнаған біргіне уақи ғала. Оның тұруға өт үлішініндіргің біргіне лайықлы күшілі үшті бардан сетта қаларға түйшті үлте білділені башқорт энциклопедияның әшірет етек сұғырын басары Клараны Биолина. Вот как мы начали непосредственно работу на Хайберинской энциклопедии. Была установлена глава администрация, осторожнен, осторожнен редакционные коллеги, рабочих группах. В целом было одобрило концепции издания, критерии ключей беже кәсердене и на часа сбор материала. На сегодняшний день я хочу сказать, что Хайберинская энциклопедия, если кто-то первый раз слышит, это будет энциклопедия на научно-справочные издания, в которой будет отражена история, культура, современное состояние Хайберинского района. Основная идея Хайберинской энциклопедии – это обобщение той информации, которая есть о Хайберинском крае. Почему я говорю слово «край»? Дело в том, что район образован только в 30-м году, а территория, желающая из зрения времен. И мы постарались, кроме археологических памятников, включить все, что известно о людях, об административно-территориальных единицах, об исторических событиях, об участии представителей Уферган и Тангау, преселенцев в тех событиях, которые происходили на территории современной республики и России. И, конечно же, в энциклопедии будут отражены люди, люди района, выходцы, уроженцы и те, кто не родившись здесь всю жизнь отдали на процветание Хайберинской земли. Башасы персонал, хамгилми мақалерді, түрлі ойшыма, предприятия тұрханда мағлуметтерді өз есен аласақ, энциклопедияны толландыру, хам анықло мақсатында ритколегия орындағы халық мантығы бейденішті әшлей. Китапқа қасанды райондың өтішіне болушылық еткен, бүгінгі күнді башқа үлкілерді ешәуісі әм түрлі тормақтардашы ләуісі яқташ тарабыдың исімдарілі орын аласақ. Шуа көрі қызықылы әм түйшілі мағлумет берегетелеген хәркім, хитапты сұғарау үшіне өт өл үшін індір ала. Құл үшін інсіклопедияға мінң ярым тираха мағала енген. Бәді өл өл өз әлі көлемді өстіріға керекте үл өл өдінде. Шу л мінң ярым мағаланың мінң 2 тираха әдір. Ама оңда қайыбір факттар дүрсілімің факттар дұлыландырға қайыбір мағаларды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Психологи совместно с социальным педагогом данного учреждения проводили различные тематические игры, тестирование в ходе которых было выявлено, что уровень агрессии и тревожности в данной группе детей достаточно высок. Продолжение следует... 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 колледжа. Каждая команда состояла из четырех человек, двух женщин и двух мужчин. Это же пример нашим молодым студентам, молодому поколению, потому что преподаватели в педагогических колледжах ведут здоровый образ жизни, соревнуются, тренируются и соперничают друг к другу. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Продолжение следует...